Здорово, ребята, с вами Мамонт, и наконец-то в этом видео мы расставим все точки над И. Какой именно кейс уберут, когда его уберут, переобувка вели, короче, очень много всего интересного. Усаживайтесь поудобнее, приятного вам просмотра. Лучшие коробочки на свете от GG Stand Off. Новое обновление Гарри Поттер, которое дает возможность открыть лимитированные коробочки за 8 рублей. Поспеши, так как и все меньше с каждой минутой. Ссылочка в закрепленном комментарии. Напоминаю, что поддержка работает 24 на 7. Огромное количество разных режимов, бонусы, барабан, апгрейды, контракты, подарки от Санты и задания. А самое прикольное, что после пополнения мы можем ограбить Гринча. Халявный барабан бонусов по секретному коду в закрепленном комментарии. А еще по секретному коду ты получаешь плюс 35% сверху к депозиту. Грабим Гринча, ребятушки, запускаем. И P350 Blizzard за 499, неплохо. Закидываем его в апгрейдик. Нажимаем какую-то кнопочку волшебную, которая возможно нам поможет. Какая-то максималочка. Не знаю, что это такое. И так. И... Еее. Просто домой. Ссылочка. И секретные коды по закрепленному комментарии. Для начала мы разберем новости от разработчиков, от официальных лиц Акслы Болт. А второй частью этого видеоролика будет разбор слов вели ютубера по стендов 2. И заключительная часть этого видеоролика будет инструкция, как действовать Скорпион, боксы, Скорпион, кейсы и так далее. Вот эту всю тему мы обсудим. Мы начинаем с официальной информации от разработчиков. Распродажа Скорпион. Успеете воспользоваться специальным предложением и прокачать свой инвентарь. Привезти эти боксики, вы можете там на сайте и так далее. С выходом пятого сезона Скорпион станет недоступен для покупки в игровом магазине. С выходом пятого сезона. Еще целую неделю назад я вам говорил, что разрабы планируют убрать коллекцию из магазина на рынок. И это случится в следующем сезоне. Они сами об этом написали. В следующем сезоне. Это все официальная информация от разработчиков. Разработчики сели за компьютерный стол, за рабочее место и начали писать посты, голосования и так далее. И они написали, что в следующем сезоне уберут коллекцию из магазина на рынок. На данный момент уже известно, какая коллекция. Это Скорпион. То есть Скорпион коллекция попадет на рынок из магазина. Но после того, как я снял видео, в котором рассказал, что в следующем сезоне выйдет коллекция на рынок, мне начали писать комментарии. А Веля сказал, что выйдет в день рождения Стендов 2. Я сижу и такой, что? Как Веля мог сказать, что в день рождения Стендов 2, если он самый популярный ютубер, и он должен быть в курсе, что в следующем сезоне. Это же очевидно, это максимально просто. Но нет. Он сказал, что ему птички начирикали. То есть ему птички начирикали. Он имеет в виду, что ему разработчики сказали. Это так имеется в виду, как вы знаете. Что коллекцию берут именно на день рождения Стендов 2. Вот это стрим Вели. И прямо на стриме я задал вопрос Вели. И давайте-ка послушаем. Он его зачитает и ответит на него. Вот этот кейс в новом сезоне, там на картинке в голосовании видно. Мне кажется, что это типа не в новом сезоне. Мне кажется, что в каком... Типа, как там было сказано? Сейчас скажу, сейчас скажу, сейчас скажу. Открою пост. В следующем сезоне мы планируем убрать из магазина один кейс. Решать вам. Мамонт. Жопка моя чует. Что? Ну, не в сезоне получится. Вот так вот птички летели, начирикали и сказали. Веля, ну... Веля, будет как в прошлом году, брат. И полетели. Веля в своем видеоролике сказал, что в следующем глобальном обновлении на день рождения Стендов 2 уберут коллекцию из магазина на рынок. И всю эту информацию он говорит на 5-миллионную аудиторию уже после того, как сами разработчики сказали, что в следующем сезоне. То есть он противоречит самим разработчикам официальной информации от Акслы Болт. Я понял одну вещь. Он просто был не в курсе. Он тупо не знал информацию. Он просто с головы говорит. И когда уже припекло, горяченьким запахло, он такой, так мне птички нашептали. Разработчики сегодня опубликовали еще одну новость, в которой сказали, что именно в пятом сезоне уберут коллекцию на рынок. Тут четко написано, с выходом Season 5 коллекция станет недоступен для покупки в игровом магазине. И я сделал вывод. Он выполняет плохо свою работу новостника. Он не умеет делать четкие новости, где говорит факты. Без хейта, без какого-то оскорбления. Вот это просто лично мое мнение, что он не готовится к ролику. Он просто заходит такой, ага. Ну, в принципе, новый сезон, давайте расскажем про день рождения. О, давай коллекцию уберут в день рождения. Так было и в прошлом году, так и сейчас будет. То есть он даже не поинтересовался, какие недавно новости были, когда уберут. Не посмотрел своих конкурентов. Возможно, у них есть какие-то новые факты интересные. Он ничего не посмотрел, просто зашел и начинает снимать, из головы придумывает. И это большая проблема. Потому что потом у меня в комментариях пишут подобные. Вот что это такое? Что это за бред? Как можно было вообще такое? Просто давайте прочитаем это. У меня так бомбануло. У меня просто, не знаю, разрывается изнутри агрессор какой-то, который хочет разбить экран. Я не знаю, у меня горится этого. Это не значит, что они уберут именно после начала нового сезона. Могут убрать реально вслед обнове. А могут и чуть позже, после начала сезона. Тут же написано, что они уберут из магазина. Тут написано, планируем. Это только два примера. Это дефолтные подписчики Вели, которые верят абсолютно полностью всем его словам. Я в ролике сказал, что в следующем сезоне. Нет, не в следующем сезоне. Они же только планируют. А Веля сказал, что на день рождения, значит, это факт. И все мои комментарии в это. Ну просто зайдите на мои позапрошлые ролики, где я говорил об этой информации. Где я обсуждал Велю. Где я рассуждал о том, что он сказал. Там везде написаны комменты, что мы только планируем. Это не факт, что уберут в сезоне. Веля сидит себе на чиле, кайфует. А, запишу ролик. Сказал, что попало. Потом дети такие, да, это факт. Это новости стендов 2. Идут ко мне в комментарии, где я уже рассказал реальные новости. Реальные факты. И пишут мне, ты что, нас заставляешь верить тебе? Господи, это просто жесть. И проблема только в том, что у него много подписчиков. Поэтому ему верят. Ну то есть, я не говорю, что Веля врет. Веля там плохой и так далее. Я понимаю, что Веля просто не заметил новость. Он не заметил, что в пятом сезоне выйдет коллекция. Да, он просто вспомнил, что было в прошлом году. Пересказал это в видосе. И все, по кайфу. Но проблема в том, что он не подготовился. Не посмотрел, что происходит. Какие новости. Я каждый день слежу за новостями стендов 2. Я в курсе всего полностью, что происходит в стендове. Потому что мне это интересно. Я делаю это потому, что я этим интересуюсь. Я получаю удовольствие от того, что я рассказываю новости. Делаем выводы. Что в прошлом году, что в позапрошлом году, что в этом году. Каждый раз Веля говорит как-то каждый раз по-разному. То одно, то другое. А потом перри наоборот. Какие-то точные даты. Всегда, но это же самое. Вот алды, которые смотрят меня постоянно. Все мои ролики. Они в курсе всей информации. Я заметил, что большинство комментаторов под моими видосами. Даже не смотрят мои предыдущие ролики. Они не знают ни о какой информации стендове. И что-то говорят. Так же, как Веля один в один. Они повторяют его слова. Вот если вы, ребятушки, смотрели бы каждый мой видеоролик. Вот вышел, например, новый видеоролик. Вы его посмотрели. И у вас в голове, представьте, есть огромный пазл. И он начинает собираться, как только вы будете смотреть мои видеоролики. Это так и работает. Давайте челлендж. Посмотрите все мои видеоролики примерно за этот год. И вы сразу же поймете всю информацию. Все полностью. Разберетесь во всем. Будете знать, какие новости будут. Будете разбираться в стендове. Потому что я вижу, что вы вообще не разбираетесь. Смотрите, какие рандомные там ютуберов ролики, где несут какой-то полнейший бред. Вы ничего не знаете. И такие, заходите. А еще это... А разработчики специально подкручивают. Я такой смотрю, господи. А разработчики специально заруинили бустерса. Как можно в такое верить? Как можно быть таким глупым человеком, чтобы верить в такой бред? В стендовщике две новые акции. Скорпион коллекции уже максимально быстро растет на рынке. Цены просто поднимаются. Это просто жесть. У нас есть информация только от официальных источников. Акслы, Болстон, В2, Дискорд и так далее. То есть, Скорпион коллекция выйдет на рынок только в пятом сезоне. Об этом я уже говорил неделю назад и в нескольких роликах. Но, почему-то, каким-то образом, вы в это не поверили. А написали, что это только предположение разработчиков. Это не факт. Веля вот фактит в день рождения стендов 2. Поэтому, ребятушки, ждем коллекцию на рынке в новом сезоне. В новом сезоне. Пятый сезон. Скоро обновление пятого сезона. Потому что у нас новая акция появилась. Возможно, будет и день рождения, но на день рождения не уберут коллекцию Скорпион на рынок. Это 100% информация. Только на пятый сезон. Так что ждем обновления пятого сезона. Тогда у нас выйдет и новая коллекция, а Скорпион улетит на рынок. Все. На этом все. Точка. Закончили. Хватит. Ребятушки, хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал. И там всегда качественные новости, факты, настоящие. Не какой-то фейк, инфа и так далее. Ничего-то придуманное. А вот как есть на самом деле. Поэтому ссылочка на телегу в описании. И что делать со Скорпион коллекцией? У меня есть в ролике в моем Boosty канале. Заметьте, я не хейтер Вели, я его не оскорбляю, не говорю, что он какой-то плохой и так далее. Просто объяснил так, как есть на самом деле. Чтобы вы потом не думали, что Вели там плохой, или я против него и так далее. Запомните, я вещаю новости. Я хочу, чтобы они были правдимыми, чтобы были факты. И когда я вижу, что мне противоречат, когда я вижу, что противоречат фактам, это плохо. То есть неправильно. Я об этом рассказал в этом видеоролике. Я не хейтер Вели, я не против Вели. Я не говорил, чтобы вы его не смотрели. Я просто говорю, что у него частенько неправдивая информация. Он часто перебывается. Но это есть, это факт. Хотя он хороший чел, позитивный, классный. И мне нравится то, что он делает. Все круто. Но с новостями у него не очень получается. А еще лучше посмотрите вот это видео, которое вылезло на экране. От начала до конца. Это очень полезно, годно и качественно. Приятного вам просмотра.